Часто люди не решаются на новый шаг, потому что они могут сделать что-то не так, как все. Почему же для них важно быть такими, как все? Представьте себе ситуацию. Два человека разговаривают. Оба хотят улучшить свои жилищные условия. Один из них пока не решил, какой из вариантов приобретения квартиры ему выбрать. А второй, под влиянием рекламы мнения знакомых, решил взять ипотеку. Слово за слово. И второй собеседник убедил первого, что ипотека – это единственная возможность приобрести жилье. Потому что других вариантов просто не существует, или они настолько сложны, что лучше о них просто забыть. И тут к их разговору присоединяется третий. Он тоже заинтересован в приобретении недвижимости. Послушав двух собеседников, этот человек тоже соглашается с их мнением. Именно так, глядя друг на друга, люди начинают повторять слова и дела. К третьему присоединяется четвертый, пятый. Именно так образуется то самое большинство, которое знает, как правильно. А те, кто не поддался заблуждению, то есть большинство знает, как лучше, за это же самое время успевают приобрести несколько квартир с помощью жилищного кооператива. Почему люди так охотно идут за большинством? Да потому что они поддаются влиянию двух стойких заблуждений. Во-первых, им кажется, что так проще, потому что не нужно ничего придумать, все уже придумано за них. Во-вторых, им кажется, что так безопаснее, ведь не могут же все ошибаться. Принято считать, что если так делает большинство, значит, это правильно. Это создает такую приятную и успокаивающую иллюзию правильности мнения большинства. А теперь посмотрите вокруг. Тех, кто живет хорошо, разве большинство? Конечно, нет. А те, кто живут хорошо, поэтому и живут хорошо, потому что они не руководствуются мнениями большинства. Они сами думают, они сами собирают информацию, они сами принимают решения, они сами делают выбор. И это касается всех сфер жизни. Именно поэтому не нужно смотреть на то, что делает большинство. Свою уверенность они строят на основе некого коллективного мнения, такого стадного чувства, часто ничем не подкрепленного и сформированного из слухов и домыслов. Если вы хотите быть успешным, если вы хотите быть состоятельным, если вы хотите жить так, как вы хотите, то смотрите на тех, кто уже добился этого. Не ищите опору там, где ее нет, стараясь быть как все. Будьте собой. Ведь только вы знаете, что именно лучше для вас. Продолжение следует... Продолжение следует...